Всем привет! Меня зовут Александра, и вы на моем канале про инвестиции Life&Invest. Я думаю, что вы все слышали выражение «сижу в шортах» или «открыл короткую позицию» или «встал в лонг». Что это значит? Давайте с вами разбираться. Лонг по-другому называют «длинная позиция», «шорт» называют «короткие позиции». Лонг – это наша заявка на покупку какого-либо актива. Покупая активы в лонг, мы надеемся, что акции будут расти, и мы сможем их продать дороже со временем. Заработок на росте цены – это самый понятный вид операций. Дешево купили, дорого продали. На этом держится Wall Street. Открывая короткую позицию, мы считаем, что актив будет падать в цене в ближайшее время. Ну и зачем мне покупать бумагу, которая будет падать в цене? Если мы предполагаем, что бумага будет падать в цене, то на этом мы также можем заработать. Для этого надо продать бумагу сейчас, пока она стоит дорого. Но как я могу продать то, чего у меня нет? Когда мы открываем короткую позицию, мы берем бумагу на время. В данном случае мы берем бумагу в долг у брокера. Этим и отличаются короткая и длинная позиция. В случае с длинной позицией мы владеем бумагами, а в случае с короткой позицией мы берем их на время. Наша задача такая – взять сейчас в долг бумагу и продать ее задорого. Дождаться, пока она станет дешевле, выкупить ее задешево и вернуть ту же бумагу брокеру. А разницу между покупкой и продажей взять себе в карман. Допустим, есть компания Рога и Копыта. Мы предполагаем, что акции этой компании упадут в цене, так как у компании должен выйти очень плохой годовой отчет. Мы берем бумагу в долг у брокера по цене 100 рублей и продаем их сейчас. Вы видите это на схеме на картинке. То есть мы взяли бумагу в долг и продали ее за 100 рублей. У нас появились 100 рублей на балансе, но мы все еще должны эту одну акцию Рога и Копыта вернуть брокеру. Наша задача – дождаться, пока цена упадет на данную бумагу, и выкупить акцию дешевле. После того, как мы выкупили акцию дешевле, мы как бы ее возвращаем обратно брокеру, а разницу между 100 рублями и 80, то есть 20 рублей, кладем себе в карман. Все кажется очень просто, но торговля в шорт намного более рискованная. При короткой торговле риски выше, чем при торговле в лонг, при этом заработок сильно ограничен. Давайте разберемся почему. Расти в цене акция может практически до бесконечности. Рост цены акций, он ничем не ограничен. При этом максимальная акция упасть может до нуля. То есть, если мы торгуем в лонг, то наш заработок не ограничен. Акция растет до бесконечности. А заработать на падении цены, то есть если мы берем акцию в шорт, мы можем только ограниченное количество денег, потому что падение цены у нас ограничено нулем. Если мы покупаем акцию в лонг, то наши потери ограничены нулем максимально, сколько мы можем потерять в торговле в лонг. Если мы покупаем акцию в шорт, то наши потери ничем не ограничены, ведь акция может идти вверх сколько угодно. Давайте на примере. Я купила акцию в лонг за 100 рублей, но она по каким-то причинам начала падать, то есть пошла против моей позиции. Максимально я могу потерять 100 рублей, и это случится только в самом худшем случае, в случае банкротства компании. А если компания финансово устойчивая, то при снижении цены, например, до 50 рублей, я могу усредниться, подождать какой-то определенный промежуток времени, и дождаться пока акции и компании снова начнут идти вверх, и уже выйти либо в безубытки, либо зафиксировать небольшой убыток, либо продолжить держать акцию и зафиксировать ее уже в будущем с большим плюсом. То есть рост у нас не ограничен, падение ограничено. В случае же с шортом абсолютно обратная ситуация. Если я открываю короткую позицию, то максимально я могу заработать, вот в данном примере, 100 рублей, потому что я продала акцию за 100 рублей и могу ее выкопить обратно на цене около нуля и вернуть ее таким образом брокеру. То есть мой заработок, еще раз повторяю, ограничен. А вот потери, они не ограничены. Давайте разберем на примере, почему мои потери не ограничены. Ведь акция может пойти вверх и расти сколько угодно. Например, я решила, что компания Рога и Копыта упадет в цене на очень плохом отчете. Я открыла сделку в шорт, но отчет оказался отличным, шикарным, и акция компании Рога и Копыта начала расти в цене. Теперь акция компании Рога и Копыта стоит уже 200 рублей или 300 рублей. И таким образом с ростом цены увеличиваются мои потери. Ведь мне нужно вернуть эту акцию брокеру. Я ее взяла в долг у брокера, продала за 100 рублей, и моя задача выкупить ее обратно и снова вернуть брокеру. И теперь я уже могу ее выкупить обратно только по более высокой цене. Именно поэтому спекулянты и трейдеры используют в своей торговле стоп-лоссы для того, чтобы если акции пойдут против нашей позиции, то есть не в ту сторону, на которую мы планировали, убытки будут искусственным образом ограничены. За то, что я одолжила акции у брокера, брокер берет с меня комиссию. Соответственно, вы не можете держать вещь на короткую позицию, ведь она стоит вам денег. В случае же с длинной позицией, если я не использую плечо и покупаю активы на мои деньги, то никакой дополнительной комиссии за то время, пока я владею акцией, у меня нету, и она не требуется. Как вы поняли, короткая позиция — это повышенный риск. Помните о риск-менеджменте. Устанавливайте стопы, если все же решили начать спекулировать. Ну а лучше не спекулируйте, а инвестируйте и получайте рыночную доходность. Так вы точно не потеряете ваши деньги на бирже. Зеленого вам портфеля. Подписывайтесь на канал, если вам было интересно. Обязательно поставьте лайк. До новых встреч!